здравствуйте друзья давайте я вас спрошу где хранят твой хлам американцы и вы скажете вы к этим гараже они его хранят и это правда но вот бывает что нет гаража света бывает что живет человек а гаража нет как нет вы сплал туда домик тут нет гаража а бывает что гараж есть вы знаете потек машину поставил нет а бывает что приехали гости не сдана не годно и нет лишней спальни чтобы его ну свет ну для спальни я думаю это чересчур да а тут даже окошечко есть да смотри ну-ка открой открой здесь окошко без стекла там дальше то есть ты хочешь сказать что там это никак не storage а именно жилое а почем вещь вот что и что это стоит все мы даже не знаем так ну тут света ой шире взял агит можно человека положить но я-то имел ввиду а вот ценник пожалуйста 529 долларов 5 футов на 6 30 фото в квадратных это что-нибудь там около 3 квадратных метров она довольно перекошено да так вопрос как поставить его тоже не не на палки ставят обычно она какое-то основанием почему не удобно спит много места если ты напихаешь вниз сюда то там очень можно полочки поставить вот так полочки эти минуты же не зайдешь ты же не будешь ставить полоски нет нет полочки вот вот так вот так вот тут полочки и справа полочки либо останется узкий такой про и проходик будет да ничего не засунешь на эти полочки да вот мы сегодня дом то самое сдавали держали open house приходит мужик и говорит мне нужен гараж говорит он потому что я там какой-то нет он этот инструмент надо держать это у него много инструмента я ищу с гаражом а так поставил такую штуку вообще 400 400 баксов почему он такой косой то сверху а тут вот на картинке постой-постой среди кто-то что я просто покажу вот так он прислоняется дистану велосипеда может такой вот именно велосипедный такой не знаю как маленький гараж как 400 баксов а это тысячу это тоже на тысячу он высокий тут спортзал спортзал можно устроить ну да верстачок тут да слушает это мастерская я хочу сказать 8 футов да это уже такой вот мастерами гордова не дайте головой ну да да человек прям ровно в мой рост 180 тут 5 примерно до 6 7 да и так вот солидно за штуку слушай но тут действительно можно положить человека если так окон нету но если например не холодно как-то вот место такое не полярное гости нужно там на раскладушку до другой стороны не очень жарки тоже должно быть это слушай это вообще за 400 долларов 398 ты посмотри это же как же так как же так а просто металл металл а на полу фанюрка или а наверно пол он вообще нет его надо на какое-то основание ставить фанюрка да давай посмотрим тут 218 долларов по моему он от того ничем не отличается так вот по задачу задача задача вы чего тоже металлический тоже без пункта поменьше поменьше немножко да идем дальше о о друзья это уже можно офис открыть вы посмотрите что творится до 2866 2866 там вообще можно жить а дверь заперта да нельзя найти заперта но он неглубокий он неглубокий и окошки есть да а это не не дерево нет нет это не это пластик это пластик окей 8 на 12 футов видишь он 8 на 12 где-то 10 квадрат 10 квадратных метров да мне ничего себе так тут что 550 долларов но это больше складское конечно такое резинка на полу да дело не в нас мы же людям показы ну да да нет такого узенького как у нас сейчас найдем так это какая-то похоже на будку но по высоте понятно что это не для собак тысячу баксов стоит тысячу баксов стоит вот этот вот этот цвета девятьсот девяносто семь долларов так ну может тут материал какой-то хороший даже не знаю что сказать ну вот так ready to assemble sheds то есть да да вот он приходит в таких панельках да ну что же так а этот деревянный да такое ощущение что прям деревянный тоже собирается да да то есть он и загрунтованный не крашеный на загрунтованный значит сайс по 10 на 10 футов на 8 высоты 10 на 10 футов ну типа да почти 10 квадратных метров чуть меньше да ну послушай это же не не жилое помещение почему окна знаешь на что это похоже свет это похоже на какие-то прорабские вот так этот две семьсот нет подешевел было две семьсот шестьдесят стало две триста девяносто четыре так такие из крышей там у него асфалт джингл на крыше так да да можно цветочки сюда до 8 на 12 до 10 квадратных пунктов квадратных метров такая амбарная дверь я сказал и поймешь нам дсп это большая мастерская если кто-то любит мастерить что-то ну да и даже и даже окошек и давно окна с сеточкой ты видишь чтобы как-то продувалась тут больше чем просто окно с сеточкой да так вот такой замок очаровательный о да выходим так а нам что нужно для чего-то такой да у нас дома есть там где мы живем у нас есть слушай но этот мой самый большой по размеру этот стоит вот сейчас у нее там было 4500 а сейчас он 3 300 вот у него ценник и он 10 на 12 футов за это типа там 12 метров там почти но это уже не туши гараж это уже и окно и там снизу вентиляция у него и там вот тут сверху окошек ой головой бы не стукнут суши там 3 соль точно то что я мог стукнуть сам этой головой это антресой они пишут что уже установка включена где в цену где где я не вижу ну вот написано на бумаге да 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 видно вот вот доставка и установка включены она то значит буквально десяток десяток панелей тут немного немного деталей видно по ним ладно идем дальше ну что друзья мы заканчиваем нашу экскурсию по складским помещением мелкого калибра для участков для индивидуальных домов действительно есть еще такие знаете гораздо более узенькие которые можно поставить и там хранить всякий хлам вот у нас стоит такой санивейли здесь таких нет вот вот вот